Молодежное правительство Молодежь нужно удерживать от того, чтобы они покидали Ульяновскую область. Все пристальное внимание и принимаемые меры должны способствовать достижению этого результата. Губернатор предложил расширить проект наставничества и не ограничивать его только государственной службой. Наставники должны быть и в реальном секторе экономики, и в соцсфере. Их деятельность позволит лучше адаптировать молодых людей к работе. Внимание будет уделяться в целом всем работникам предприятий. В первую очередь в части здравоохранения. На заводах и фабриках внедряется проект «Здоровый регион». В результате будем с вами иметь хорошие, комфортные рабочие места, которые позволяют улучшать производительность труда, улучшать качество продукции, которую они выпускают. Но одновременно это направление позволяет нам существенно улучшить продолжительность жизни. От общих вопросов молодежной политики перешли к вопросам конкретным. И они тоже поступили от молодежи. Жители Красного Гуляя обратились к губернатору с просьбой помочь в восстановлении спортзала в культурно-спортивном комплексе. Спортивный зал три года не работает. Крыша протекает. Полы требуют замены. Отопление отключено. В окнах щели. И это при том, что в Красном Гуляе функционирует ряд спортивных любительских объединений. Молодые красногуляйцы готовы сами поучаствовать в восстановлении спортзала. Но сумма на покупку стройматериалов для них не посильная. Сами они называют затраты в 4 миллиона рублей. Однако в Министерстве спорта привели другие подсчеты. Вот актуализировали на сегодняшний день смету. Действительно, ребята там уже часть работы выполнили. Губернатор дал поручение до конца месяца решить поставленный вопрос. Так же, как разобраться с ситуацией по спорткомплексу «Буран» в поселке Мирный Чердоклинского района, который должны были отремонтировать еще в прошлом году. Глава региона назвал это поручением молодежи Ульяновской области. К сожалению, подрастающее поколение не только радует своими достижениями и своей активностью. Сегодня в Пермской школе случилась трагедия, потрясшая всю страну. Двое молодых людей устроили кровавую расправу с учениками-педагогами образовательного учреждения. В ее причинах предстоит разобраться правоохранительным органом. А пока губернатор поручил проверить работу охраны и пропускной системы в школах области. Слава Богу, вот постучим, что называется, без каких-то серьезных сложностей проходит учебный год. Но давайте уж и завершим его достойно. Глава области призвал учителей держать руку на пульсе всего, что происходит в школах. Тем более, что все материальные стимулы им для этого предоставлены. В конце прошлого года, в соответствии с указами президента России Владимира Путина, работникам бюджетной сферы повышено денежное довольствие. Мы проанализировали, как сложилась ситуация именно по состоянию на 1 января. И целевые показатели повышения оплаты труда с учетом допустимого отклонения до 5% выполнены по всем категориям работников бюджетной сферы, определенными указами президента Российской Федерации. Повышение зарплат – не единственное изменение, которое вступит в силу с этого года. В Ульяновской области принята территориальная схема по работе с твердыми коммунальными отходами. Пять региональных операторов возьмут на себя утилизацию и последующую переработку мусора в области. Наша задача – до конца марта провести выбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. С 1 октября планируем уже в полном объеме начать оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами. Последние вопросы аппаратного совещания были посвящены проблемам создания продовольственной безопасности в регионе. В декабре минувшего года принес очень хорошие результаты в части роста цен на продовольственные товары. Это самый низкий показатель роста цен на продукты питания за последнюю, скажем так, вообще в целом даже за историю Ульяновской области, можно сказать. Низкий рост цен на продовольственные товары стал определяющим для низкого уровня инфляции Ульяновской области по всем видам товаров и услугам. Агрария региона начали подготовку к весеннеполевым работам. Состояние озимых посевов специалистами оценивается как удовлетворительное. Вместе с сельхозпроизводителем на трудовую вахту готовятся заступить создаводы. Тем более, что дел у них много не только в весенне-летние месяцы. Вышло постановление на федеральном уровне о передаче электросетевого хозяйства на баланс специализированных организаций. Так как у нас, да и не только у нас, а по всей стране у нас практически электросетевое хозяйство внутри садоводческих товаров являлось бесхозным. Мы начали эту работу два с половиной года назад. У нас уже до сегодняшнего момента порядка более 70 садоводческих товарищей передали на обслуживание специализированной организации. В феврале губернатор проведет встречу с садоводами области и заседание, посвященное грядущим весеннеполевым работам. Егор Тстов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда.